Мама, да ты только одна Мама, кто так нежно делит Мама, да ты только одна Ты нас ко Кресту приводила Ты нас помогала в бурге В горе и болезни в России Мама, нет подобной тебе В горе и болезни в России Мама, нет подобной тебе Мама, ты одна только в жизни Жаль мне, что тебя уже нет Знаю, ты небесная чизнь Знаю, ты небесная чизнь Там звезд и разлуки уйдет Мама, часто дети не любят Старость и заботу твою Ласку, доброту они губят Маму, не жалею свою 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 Маму, не жалею реагу марки будешь доводить и на земле это первая запись с обетованием до господа слове сам законе своем хорошо итак ожидание еще можем прослать саму и Ночь глубокая, дико стоят сады, Только ты не спишь, мама моя. Слышу, шопот, губ, все повторяешь ты, В жаркой моей бесцвоне имя моё. Слышу, шопот, губ, все повторяешь ты, В жаркой моей бесцвоне имя моё. Что бы делал я, если бы не было Виспытания рядом тебя? Мама, ты меня к Богу направила, И в церковь Божию меня привела. Мама, ты меня к Богу направила, И в церковь Божию меня привела. На лице твоём с детства знакомо мне, Жизнь оставила горя в следы. Часто так своим непослушаем, Равил, не думая, Плакал от им. Часто так своим непослушаем, Равил, не думая, Плакал от им. Сиди на уже на исках твоих, Знаю, милая, всё это я. Но прошу тебя, мама, прости меня, Что причинял тебе горе прости. Пусть вас даст Господь Всем нашим матерям. Помолитвами за всех детей, Чтобы в вечности нам был уверенней, Всех сыновей своих, Всех сыновей своих и дочерей. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . 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 Другого пути нема на этой земле. И не будет. Другого имени нема и не будет на этой земле. Через которую мы получили бы спасение и были прошены наши грехи. Это одно имя, имя Иисуса Христа. И это имя самое дороже на этой земле. И это имя более и более радует нас больше всего на этой земле. Одно имя ради этого имени стоит жить на этой земле. И ради этого имени стоит все життя свое. Потому что мы приобретаем не миллион лет и не миллиард, а вечность без конца. И эту вечность подарил нам Иисус. Слава Богу. Пусть Бог благословит. Особенно родных детей и внуков покойной мамы. Я хотел бы всем им сказать, что они посвятовали маминому прикладу. И жили так, как их мама жила. Что они в вечности с ней встретились. Слава Богу. Кто там за океанами. Кто тут. Мама встретилась. И вы знаете, сегодня этот источник материнской молитвы уже закрылся. Они уже не слышали молитвы матери. Они не слышали благословительные матери, как часто звонили. И за рубежом мама помолиться за нас. Внуки, дети звонили. Сьогодні молитвы материнские. Они уже все. Пришел час. Окончились. А теперь дорогие дети. Дорогие зятейные источники. И все ваше родство. Воно так великое на этой земле. Подражайте веры батьков своих. Живи так согласно Евангелии. Живи так, как у Числово Господне. И вы получите той, можно сказать, безмерный дар. Глубочайшее богатство в Иисусе Христе. Я тебе подарил сегодня каждому из нас. Я считаю Слово Господне. И не будет уже солнце служить тебе светом дневным. И сияние луны светит тебе. Но Господь будет тебе вечным светом. И Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое. И луна твоя не сокроется. Ибо Господь будет для тебя вечным светом. И окончатся дни святования твоего. Слава Богу. Пришел тот час. Дни страдания, странствования на этой земле. Многодетной матери. Они окончились на этой земле. Ибо она получила тот неуядаемый венец. Где Слово Божие каже не только для нее. Но и для всех возлюбивших Господа Иисуса Христа. И дальше написано. И от Бог всякие слезы с очей. Смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле. Вот творю все новое. И говорит мне. Напиши эти слова истины и верны. И благословить сегодня Господь всех. Слушающие Слово Господне на этом месте. Чтобы каждый из нас живет на этой земле. Цей жизни. Почему мы живем на этой земле? Какая наша задача, друзья мои. Больше прославить Бога. Больше добрых денег сделать. Больше потрудиться. И пристать перед Богом. И с добрыми плодами. Чтобы там в вечности прославить Его со всеми святыми. И пусть Слово Господне сегодня глубоко закормится в каждом сердце. Чтобы после этих похорон, каждый из нас подумал. Мы стоим в живой очереди. И эта очередь быстро продвигается. И каждый из нас не знает ни дня, ни ночи, сколько Бог приделил тебе на этой земле. Но знаем, что оставим эту землю. Молодые помирают. Средние. Сестра Мария уже преклонный ходил, друзья мои. Но каждый из нас требует оставить всю землю и пройти в вечность. То якутицей ты в вечность. И с добрым сердцем. И с добрыми плодами. И с великим благословением Господнем. Пусть Бог обильно благословит ваши дома и ваши семьи. Спешить до Иисуса. Сегодня двери открыты. И Вин благословит вас. Ему за все слава. Аминь. На небе мой отцовский дом хочу домой Иисусу. На небе мой отцовский дом хочу домой Иисусу. Мне страсть и здание в доме том хочу домой Иисусу. 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 Он там прекрасен как чертов. Он там прекрасен как чертов. Да чудо мой Иисусу. Краснодар. Иисусу. Иисусу. Песня. Иисусу. Я спасен, хочу домой Иисусу. Но люди ищут здесь свой дом, хочу домой Иисусу. И помышляю о земле, хочу домой Иисусу. Здесь на земле погибнет все, а там наследие мое. А там наследие мое хочу домой Иисусу. Хочу домой Иисусу. Меня навеки сам Бог спас, прощу домой Иисусу. Прощай, земля, иду домой Где мир, блаженство и покой. Где мир, блаженство и покой Иду домой Иисусу. Прощай, земля, иду домой Прощай, земля, иду домой Иисусу. Прощай, сестры. Учитывая то, что нас тут собралось много людей, на улице люди без озвучия ничего не чую. Мы выйдем на улицу, мы несем Усовщу, во двор, и там во двор у нас будет служение. У нас есть еще братья, люди в Редакторе. Секретарина в Редакторе. Пожалуйста, освободите помещение. Верноши там занят какие-то, где-то, 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 где-то. Ну, все же мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами. Да? Доброе утро. Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 И там то это блаженно, то дитя, которое рождается потом на свет. Много матерей проклинают своих детей. Я чую на своих ухо, бачу на своих глазах, как это делается. Это страшно. Но наши матеря, верующие матеря, те, которые познали Господа, кому Господь открылся, они очень и очень несут серьезный труд на руках молитвы наших детей, нас, своих человеков, своих детей. Да благослови Господь всех вас, матеря. Да благослови Господь всех вас, сестры. Знаете и понимаете то, что Господь очень высоко ценное. И да, вам очень серьезный труд. Будь матерью, будь мамою, будь женкой. Это очень большая должность такая у вас. И пусть Бог поможет вам во всем. Я бачу в своей жизни, на что способна была мама, которая кидалась в речку, где бурлила вода, где вода очень быстро текла, и дитина ее скользнулася и упала в эту воду. Я бы только думал, что мы будем делать, а мама уже в воде, уже за свою дитину исходила, вытягив ее на берег, и уже пришлось только помогать ей. Я бачу не раз, как это делает женщина, как это делает любящий сердце, которое научил Господь. В Слове Божьем я к тебе трошки поделиться. У нас мало времени, но я думаю, что все братья сегодня будут положены на сердце каждому сказать, определенное для каждого наше сердце. В Слове Божьем языки заболев смертельно, и пришел к нему Исайя сына носу пророк, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, и ты не выздоровеешь». И обратился языки лицом своим к стене, и молился Господу, говоря, «Господи, вспомни, что я ходил при лицах твоим верным, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакав языки я сильно». Исайя еще не вышел из города, как был к нему Слово Господне, «Возвратись и скажи, языки, владыки народа моего, так, говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я истилю тебя, третий день пойдешь в дом Господень». Слава нашему Богу, который знает нас, который бажет нас, который прекрасно понимает наше сердце, заболев человек, заболев царь народа Израильского. И уже пришло то время, когда надо написать завещание, как это бывает всегда перед смертью, и сейчас в наши дни. И очень заскорбило я сердце, и заплакал перед Богом. Но ему было что сказать, он сказал, «Господи, вспомни, я ходил при лицах твоим, преданным тебе сердцем». Это было, знаете, дерзновение такое сказать перед Богом. Это надо было, это можно было так человеку сказать. И Господь это расценив, как справедливо. И послал назад пророка, сказав, «Я продлеваю тебе еще жизнь». Такова была воля Божия. Друзья, братья и сестры, мы сегодня тоже все находимся в такое время. Каждый пусть подумает, можем ли мы сегодня обернуться лицом к своим стене и сказать, «Господи, вспомни, я ходил при лицах твоим, преданным сердцем». Если такого нема и дерзновения, если нема такого понимания, если сердце так не может сказать, сегодня время взыскать нашего Спасителя. Уже мечуны слова хорошие в адрес нашей сестры. И пусть Бог еще благословит дальше его служение. Пусть ваше сердце сегодня будет обращено к слушанию слова Бога. Потому что когда не будет придетая минута, вы сможете повернуться лицом к стене, что мы скажем. Но пусть Бог даст вам победу, пусть Бог даст вам утешение. И родственники, я хочу, чтобы вы не скорбили, не скорбить. Пусть Бог благословит вас и даст вам силу, потому что наш Христос есть сила наша. Слава Ему за все. Аминь. Когда родился ты на свет, и прозвучал твой плач впервые, тогда с улыбкою в ответ встречали все тебя родные. О, пусть тебе поможет Бог прожить жизнь так, чтоб час прощальный, улыбка встретить. Всех ты мог в ответ на общее рыдание. Однажды при одном многолюдном собрании проповедник задал такой вопрос. Окружало очень много людей. И он сказал, скажите, какое самое длинное слово? Прошло время, никто не ответил, и он сам отвечает на этот вопрос. Самое длинное слово – это вечность. И я думаю, каждый согласится сейчас, что самое длинное слово – это вечность. И самое главное – где будет проводить человек эту вечность? Или вечно там в небесах, где будет вечная радость? Или в вечной тьме? И поэтому сегодня звучит это слово Божие для тебя, дорогой друг, чтобы ты принял Иисуса Христа в свое сердце и имел вечность блаженную и счастливую, как наша дорогая сестра Мария. Потом он задал другой вопрос. И говорит, скажите, а какое самое короткое слово? И ему опять пришлось ответить. Говорит, самое короткое слово – это сейчас. Написано в Слове Божьем. Вот теперь день спасения. Вот теперь время благоприятное. Сейчас, на этом месте, дорогой друг, сделай для себя вывод, где ты проводить будешь вечность. Потому что завтрашний день не в твоей власти. Господь сегодня призывает, любит и хочет спасти тебя. Стихотворение. Кто нас встретит? Очень важно. Кто нас встретит? Дни бегут, как снежинок круженье. Людям кажется, жить бы, да жить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого времени отмерено. Нам отсчитаны дни и года. Скажут – все, вышел срок, плыви к берегу. Я вернусь, спросишь ты. Никогда. Нужно плыть в неземные обители, а на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя. Если ты с Иисусом знаком, О, тогда для души есть нетление. На тебе, Иисуса, печать. Если принял ты Божье спасение, И Иисус тебя будет встречать. Если принял ты Божье спасение, И Иисус тебя будет встречать. Суждено переплыть реку времени всем. Спаситель встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, Если давит тебя тяжкий грех, Если старое прошлое спрятано, О котором слух стыдно сказать, Если совесть и сердце запятнаны, Не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе. И не страшно ли? Жизнь прошла. Ты спасенным не стал. Упустил сделать самое важное. Положить все грехи у креста. А теперь нужно плыть. Плыть до берега. Пролетели так скоро года. И закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты. Никогда. Берег близко. Остались мгновения. Что же сердце твое не поет? Берег близко. Там ждут с нетерпением. Кто-то руку тебе подает. Посмотри, вы знакомы, не правда ли? Ты не хочешь к нему. Хочешь в рай. Там лишь те, кто Иисусом оправданы. Бог тебе говорил. Выбирай. Ты заплакал жестоко, без милости. Где любовь? Где прощение Христа? Прав Господь. Пред его справедливостью. Да закроются наши уста. Пред Иисусом не брось обвинения. Если жизнь посвятил сатане. Если мы отвергаем спасение. Кто нас встретит на той стороне? Оборвать я не хочу на этом. Есть еще спасение для тебя. Не погас еще источник света. Грешника спаситель ждет любя. И сегодня милость Божья длится. Не иссякла Божья благодать. И тебе так нужно помолиться. Все грехи спасителю отдать. Стоит Иисусу жизнь доверить. И когда придет последний час, скажешь. Слава Богу! И на берег выйдет Иисус тебя встречать. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. а а и с тобой а 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 и и и а а Там мы взглянем мы с тобою, В вечный день теперь настал. Там мы встретимся с тобою, На чудно-чудною векою. А с неблагаемой хвалою Иисусу не будет служить. Между нами векою Путь непроходимый был, Но стой тяжкою зелою, Огнездом его открыт. Там мы встретимся с тобою, На чудно-чудною векою. Нам всем молкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Отражаясь отрекою, Иисусу мы будем здесь. Кто на землю за тобою, Не сходим, чтоб умереть. Да мы встретимся с тобою, На чудно-чудною векою. Там с неблагаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Скоро будем над рекою, Скоро путь придет к концу. Скоро встретимся с тобою, На чудно-чудною векою. Нам всем молкаемой хвалою Иисусу мы будем служить. Спи, мама, спи, мамочка, Любимая моя, Ты мой денек, Безоблачный и ясный, Ты звездочка в тьме ночи для меня, Ты мой цветок пленительно прекрасный. Как солнышко меня ты озаряла, Своим присутствием и было мне тепло, Меня своей любовью согревало, И это солнце навсегда зашло. Теперь твой сад, как мертвый, Не проснета, Но жизнь его придет к нему весной. В наряд зеленый пышно уберется, И будет ждать тебя он в летний зной. Войду я в сад, В тени деревьев я склоняюсь, Там спросят у меня, А где же твоя мать? Скажу, ее уж нет, Слезой зальюся, И сад начнет со мной тогда рыдать. И защебетит птички меж собою, Но до тебя их песни не дойдет, И яблоня, любимая тобою, Не для тебя произрастит свой плод. Ты не услышишь ручейка журчанье, Не для тебя и солнышко взойдет, Не для тебя цветок благоуханья, Не для тебя и роза расцветет. Ты первая к Иисусу обратилась, А я вдали, вдали его стояла. Ты за меня так пламенно молилась, Я за тобой зорько наблюдала. В твоих словах, поступках и деяниях, И в жизни истинно я видела зарю, За жизнь, за свет, за любовь и воспитание, Теперь тебя за все благодарю. Хочу твое исполнить завещание, Жить для Христа, ходить в сиянье дня, Последний взор свожу, и до свидания. Спокойно спи и ожидай меня. Дорогие друзья, братья и сестры, Все присутствующие на этом месте, Мне хочется вместе с вами сказать славу нашему Господу. Потому что сегодня мы уже много было сказано, Возможно кто-то был на улице и не слышал, В доме было очень много сказано о том, Что эта сестра для нас становится примером. Я по своей молодости немного помню, И немного позже уже, Когда я приходил в этот дом, Я знаю, что эти двери были всегда открыты. И сестра, которая с радостью свою всегда встречала. У нее всегда было что-то приготовлено покушать, У нее всегда были готовы к постели, Она была готова встретить любое количество молодежи, друзей. Это действительно было открыто сердце для служения Господу. Слава Господу! Об этом много можно говорить, Но так как мы знаем, Что сегодня проповедуется слово для нас всех живых, Я хотел бы немножко, Так как сегодня уже было сказано, Много братьев, сегодня гостей будут проповедовать. Поэтому вкратце мы коснемся некоторых мест священного писания, И все это будет во славу для урока нашей жизни, Потому что мы еще живем на этой земле. Она имеет встречу с Иисусом Христом, Имеет со своим мужем, сыном, И возможно с другими родственниками. А мы с вами сегодня продолжаем жить. И что говорит нам священное писание о жизни? Смотрите, 4 глава послания Иакова, 13 стих и 14, Возьму всего только несколько слов, С этих стихов, Где написано, Иакова говорит так, Ибо что такое жизнь ваша? Вопрос стоит. Я хотел бы обратить внимание, Вкратце, Вы знаете, Иакова задал вопрос, Но однако же, Не так часто задаются вопросы Священного Писания О жизни нашей. И я хотел бы обратить внимание, Что однажды сам Иисус Христос Говорил еще такие слова, Какая польза человеку, Если он приобретет весь мир, А душе своей повредит, Или какой выкуп Даст человек за душу свою. То есть, Опять же, Вопрос стоит, Жизнь нашей, Что такое жизнь наша? Мы с вами видим на основании Священной Писании, Что наша жизнь, Прежде всего, Это дар, Который подарил нам Из своей любви, Благости Бог. Потому что Бог дал дыхание, Бог дал жизнь, И Он его отнимает, И отнимает его свое время. Поэтому мы знаем, Что сердце, Если бы Бог захотел, Оно никогда бы не остановилось. Но Бог определил, И мы знаем, Что это определение пришло, По причине того, Что грех пришел в этот мир. Но я хотел бы немножко Другую мысль подчеркнуть, То есть, О жизни нашей. Мы знаем, Что так как Священное Писание Немного об этом задает вопрос, Но однако же, Говорит Священное Писание, Что жизнь наша, Она является подарком. Ну, Мы можем такой пример взять, Мы можем приобрести дом, Купить машину, Мы можем там, Возможно, Еще какое-то, Приобрести что-то на этой земле, Возможно, Своими способностями, Финансами и так дальше. Но задайте себе вопрос, Кто может, Своими способностями, Или финансами, И так дальше, Приемности жизни? Никто. Вы знаете, Я встречал людей, Которые действительно, Имеют очень много денег, Но приходит болезнь, И говорит, Что все это напрасно. То есть, Человек, Который вообще не знает Бога, Не верующий, Говорит, Я ничего не могу сделать, Мои деньги не могут продлить мою жизнь, Я очень сильно больной человек. То есть, Мы видим, Что жизнь, Она дана от Бога. Вы знаете, Я хотел бы обратить внимание, Что Священное Писание Сравнивает также жизнь Еще с такими ничтожными вещами. Если вы обращали внимание, Кто читал Библию, Там написано, Там даже Яков говорит о том, Что жизнь наша, Как пар, Или как Трава на земле, А слава человека, Как цветок на траве. То есть, Проходит все очень быстро. И эти вещи, Они ничтожные, Они временные. Вот такова жизнь наша на этой земле. Поэтому я хотел бы обратить внимание, Что Священное Писание, Конечно, Это все связано с Священным Писанием. Я не буду прочитывать, Так как время мало. Хочу сказать еще один момент, Который очень важный для нас, Что жизнь подобна, Как путник на земле. Странник. И мы с вами прекрасно знаем, Как поем одним словом, Что мы странники пришельцев на этой земле. Это свидетельствует нам о том, Что у странника, Или, например, путника, Который где-то направляется, Он имеет прежде всего цель В своей жизни. И сегодня мы с вами, Как странники на этой земле, Должны понимать, Есть ли цель в нашей жизни. Я встречал человека, Который говорил, У меня есть цель отомстить Моему врагу. Я не знаю конец его жизни. Я не знаю, Чем все это закончилось. Но я знаю только одно. Сегодня уже было сказано братьями, О том, Что у нас с вами есть цель, Встреча с нашим Господом. И пример для нас Есть сегодня сестра. Погребение свидетельствует о том, Чтобы мы с вами, Если имеем другую цель, Пересмотрели Наша встреча с Господом. Это очень важно. Поэтому очень важно Дойти до этой цели. И так как мы идем к этой цели, То странник на этой земле, Он переживает много трудностей И радостей. То же самое Переживаем мы с вами на этой земле. И самое важное, Когда этот странник, Он направляется к цели, Проходя там определенный отрезок Своего пути, Своей цели стремясь, Он временный гость На этом месте, Где он находится. Не так как мы с вами на этой земле. Временные жители, Мы гости и причальцы, А наша вечность И наша вечная жизнь Будет с Иисусом Христом на небесах. Поэтому да благослови всех нас Господь, Особенно тех, Кто, возможно, Еще не примирился с Богом, Возможно, Еще не имеет отношения Лично с Ним, То я призываю На основание священного писания, Как здесь апостол Павел В свое время Карифианской церкви Писал 15 глава В первом послании Карифианам В 34 стихе, Где сказал так, Немножко даже выше прочитаю, Не обманывайтесь, Куды и сообщества Разращают добрые нравы, Отрезвитесь, Как должно, И не грешите, Ибо, к следу вашему скажу, Некоторые из вас Не знают Бога. Поэтому сегодня И верующие, И неверующие, Бог дает еще Жизнь и дыхание, И возможность На этих погребениях, Пересматривая свою жизнь, Знаем, Что придет время Будет встреча с Господом, Отрезвиться И приблизиться к Богу, Чтобы иметь встречу с Ним, Как наша сестра. Аминь. Пойдем на небе, За облаками, Где жизни нова, Будь не с конца, Друзья родные, Где будут с нами Две песни славы Дому Отца. Друзья родные, Где будут с нами Две песни славы Дому Отца. Пойдем на небесы Девы желаю Дружно стремлюсь я, Чтоб вечь мажем Там буду Богом Я вечно славен И в свете чудно Христу служи Там буду Богом Я вечно славен И в свете чудно Христу служи Там буду с моря В морях стремиться Кричалить в дамах Чтоб отдохнуть На грусть я сердце В жилище света Где обидется Свечивший путь На грусть я сердце В жилище света Где обидется Свечивший путь Отправно будем На вечно в доме Бой жду другом Руси моей А на Голгофе За грех нас умер И примирил нас С отцом людей Кто на Голгофе За грех умер И примирил нас С отцом людей Печали Печали Скорби Свечли не будем На веки славу Мы будем верь Разлуп и скорби Пореза будет Не будем больше Нужды терпеть Разлук и скорби Полеза будем Не будем больше Нужды терпеть Я родственник этой бабушки Это внучки и ребенок Я из Индии Я один из последних людей У меня есть возможность Знать бабушку Я самый последний из этих людей В вас всех Тот, кто знаком с бабушкой В Украине я получил много новых опытов Это новый страны, много новых людей Так как я только приехал в Украину Для меня много новых людей Новая культура Так много родителей и друзей Но из всех Но из всех Я считаю, чтобы встретить бабушку Один из блестящих И я считаю, что это привилегие Что я получил возможность встретить ее Для меня это привилегие И благословение к Господу Чтобы встретиться с бабушкой Она была удивительной женщиной Она была удивительной женщиной Женкой молитви И очень любая и любительная мать И очень трудно Я видела это В моих глазах Как она обеспечивает ее детей Это не маленькие дети Мой папа Ангел Ваня Анти Таня И я видел, как она обеспечивает всех И вы знаете, что Они уже не маленькие Но как Мой папа Яйкованя Они уже все взрослые Но они обеспечивали про них Я им сказал У вас великое благословение Мати такую мать Я им сказал И теперь она уехала всех Но так как она уже ушла Даже если говорить Что-то о ее смерти В Библии мы можем бачить В Библии мы можем бачить Багато смертей людей Потому что это Библия Но это Библия В которой люди Верили и надеялись на Господа Мы можем бачить Благословенных людей И многих Благословенных Их не смерть Одна из тех, кто Я бы хотел сказать О смерти Джозефа Джейкеб Детта Джейкеб Я бы хотел сказать Про Якова Вы можете увидеть В Библии Битие Глова 48 Джозефу Сверху Его папа Иосифу сказали Что его Батько был хворим И месяц назад Наша бабуся Також И месяц назад Вона захворела И было И было Дано время Чтобы Подготовились Морально и физически До ее смерти Да Я даже Своими глазами Бачу Что Господь Ей подготавливал Даже Три недели назад Как вона захворела Я получила возможность Поговорить в церкви В которой Она тоже слушала Как благословно Она захворела Три недели Або до месяца назад Как она захворела Вона была присутня В церкви И была проповедь Була в слугене Те, Яки умирают Господи В жизни Иногда Мы видим хорошие Деньги В церкви Или в какой-то партии Мы пытаемся Имитировать И мы пытаемся Деньги Також И в подружном жизни И в других Ну Есть разные ситуации Смерти бабушки Это Благословение Так как Господь ее забрал Доolan И И А жизнь Никакова Любови Это Было Все уже дети в Америке, они уже все знали, что Господь ее возьмет. Но для нее это благословение, потому что она только как месяц, она месяц болела. Она получила возможность готовить все для семьи, чтобы увидеть многих родителей. И мы все знаем, что зависеть от кого-то, это один из лучших сценарий, чтобы жить. Мы знаем, что каждый из нас, каждое жизнь, которое есть у каждого, кто стоит, все зависит от Господа. И в этой цепи, она получила возможность восстановить все с Богом. Да, и в ней также было, возможно, и все, ну, вот и в гарных, вона мала гарные отношения также с Богом. И Господь, у Господа все, у Господа было все в Боге. И вона и в Господь взял ее все время, как и Он. Но мы все знаем очень хорошо, что она сейчас с Богом. И она также будет проводиться с Богом. И мы знаем, что она там с теми родными и войсками, которые покинули нас. . И даже включающий нашу дедуга. Но я думаю, если через utter расскажете, если не вышиб, то есть какая женщина. Да, можно ли вы сейчас сумать за то, что она вышла. У нее было дивовижное життя, и она выполнила свою роль как мати, так как и бабуси, и она является великим примером для всех нас. Даже и во славу Господа, ее смерть пришла. И имя Господа будет прославлено. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok